ого это все гуманитарная да помощь ребят всем привет мы с украины я сейчас пришел к романской организации гордость нации ребята занимаются гуманитарной помощью для беженцев для переселенцев здесь ну просто пипец я не знаю целая наверно фура да кусты да мы занимаемся допомогою гуманитарной тут насправді было набагато больше но нам и поступает допомога постельно и мы допомогаем людям которые вимушены переселенцы это наши граждане которые сейчас находятся або в нашем городе або рядом с городом то есть у нас приоритетные группы это семьи с маленькими детьми або новонародженными людьми похилыми веков и матери одиночки которые не мое дохода у кого я маленькие груднички и дети а вот это все тоже помогаете маленьким детям и грудничка у нас есть волонтеры которые применены в месте смело в городе смело в нашем да у нас смело и смелянщина наша цель его оба дитя територия допомоги смело и смелянщина нам допомогли с гуманитарной допомогой хлопцы из польши там Михайло Якушин. И это наши смеляны, до речи, они находятся в Польше. И вот это все с Польши идет, да? Вот это сколько блоков, ё-моё. У нас есть вода, и харчевание, и есть детские харчевания. Также потом мы пройдем с вами, поделимся, у нас есть аптека, памперсы, детские харчевания, потом засобы особистой гигиены есть у нас. Ё-моё. А что, и вот эти для детей есть, да? Тоже памперсы? Так. Так, памперсы у нас есть для детей. У нас очень большой попит, до речи, на детское харчевание и на памперсы, потому что много маленьких детей. Ё-моё, что хочешь? Это вкусняшка. И вы развозите, да? Все люди развозят, да? Дещо навіть отправляем в передуму, в речи. Чувствую все в ящиках мамочки. Харчи, которые долго зберегаются, они заходят на передуму. Супы, да? Да, и хлопцы могут там будь-який час собі что-то приготовить. Супы, ну вы молодцы, Костя. Я серьезно говорю. А у нас это команда. Это не особо стоят. Это очень большая команда, очень большая работа. Много людей, да? Так. Это и хлопцы из Польши, и наш подраздел, по факту, который на месте, волонтеры наши. Не, ну я тебе говорю, что страна должна гордиться такими. Я тебе говорю, такое надо освещать, чтобы люди знали. Потому что мало кто знает, ну, просто то, что я человек публичный, я могу, ребята, как видеоблогер хотя бы показывать и освещать все, чем занимаются, видите, гражданские организации. Тем более приятно, что в нашем городе смело все-таки есть такие ребята. Костя, и, как вы знаете, мой друг, и видите, и как и... Ты, получается, как из основных, да, своей организации? Да, но мы уже 7 лет. Мы уже 7 лет работаем, занимались, ты всегда помнишь, и организация разных проектов. Я же тоже помогал раньше до YouTube, ребята. Молодые детей. Боже мой, сколько продуктов. Не, ну вы молодцы, я скажу. Переселенцев очень много в нашем городе? Досить много, я тебе скажу. Досить много, за вчерашний день тихо, на 50 заявок. Йома-йо. И это у нас есть волонтер, который принимает их, может позвонить на мобильный телефон до нашей волонтерки Анастасии. Номер я додам тобі, в принципе. Ага. А то я, думаю, я могу оставить этот простой номер в описании, типа? Так, ты сможешь залишить его в описании. И переселенцы, типа, звонят на этот номер? Они звонят, она сразу формует заявку, звонит сюда на склад, тут збирают то, что необходимо, потом она передзвонит людине, каже, около 3 часа я подъехал, або наши хлопцы ей на место перебывания привозят. Это переселенцам только, да? Або мы, если они не могут приехать, мы сами до них прибываем. Офигеть. И с рук в руки им передаем. Ребята, чтобы вы понимали, все переселенцы, беженцы, люди, которые приезжают с оккупированных территорий, да, я так понял? Там, где боевые действия, да? Там, где войскои действуют, где боевые действия происходят, для них больших люди сюда приезжают и мы намагаемся им допомогать. То есть вот эта помощь, да, им? Это цельная допомога для них. А как им как-то выделяется на каждого человека по какому-то определенному там, ну, как оно? Так, у нас есть наборы. Наборы, да. По-перше, если у человека нет возможности там, что-то придбать, мы можем там на себя взять определенный обвязок в формате там, сформировать гуманитарный пакет первый, а потом уже в подальшем, если не решается вопрос с ее пристосованием, например, у человека не втратила работу и не могу соби ніяк зарадить, потому что сейчас с ним большая проблема. Мы можем колькоразово, потому что заявок очень много, по-суті, и мы всем хотели бы допомогти, но у нас она сейчас еще не так стабильно пребывает. Поэтому мы еще и занимаемся сбором гуманитарной допомоги. И еще собираете, да? Мы собираем. Мы собираем. Это не един допомога еще будет. Думаю, еще несколько дней и всего уже не будет. То есть раздастся, да, все? Шоколады, конфеты, да? А, и конфеты, да, передают? Это все польское? А, это для детей. Ё-моё. Ребята, вот чтобы вы понимали, консервы. Вот так вот у нас в Украине один единый народ. Все помогают друг другу, никого не оставляют в стране. Даже в нашем маленьком городе смело. Тут, сейчас все тихо и спокойно. Ребята все-таки делают добрые дела, но это... Та ты шо? Это очень приятно, потому что тут не только, как сказать, тут большинство польских, да, допомоги. Кошмар. Это люди, которые реально приносят там закатки, крупы, ну, много чем допомогают. Блин, класс, это так приятно. И это совсем там небагатые люди какие-то. Ребята, у нас такое объединение, называется, такая поддержка. Боже, сочи такие, ё-моё, шо хочешь. Вот так вот, ребята. А это вода, да, зеленая, Кость? Так, это минеральная вода. Ребята, чтобы вы понимали, соки, вот так вот, гражданская организация, видите, все-таки, гордость нации помогает. Очень приятно, вот, плен. Это же благодаря нашим компаньонам. Это место Ополе называется. В Польше, да? В Польше, да. И вот это громада польских этого места благодаря нашим родственникам. Мои соки. Михайло Якушин есть. Они собрали для помощи там фактически все место. Блин, ну, очень круто. Блин, ну, вы молодцы, Кость. И что, еще есть? Да, это продовольческий склад, я тебе показал. А есть еще один. У нас есть люди, которые отвечают девчатам из остаток. Их сейчас нет. Они были, до речи, пів години тому. Они уже пошли, потому что в Томбуре. Они с 6 ранку тут находятся. Ну, команда большая у вас, да? Да, у нас команда, у нас волонтерская команда. Человек 20 есть? И наших хлопцев. Больше 20 человек у нас. И у них приблизно 40-50. Ого! И каждый мает свои завдания. Мы пытаемся собирать допомогу, у кого что есть. Например, у кого есть есть. Так, это у нас оформировалось. Сейчас, ребята, я вам показываю реалии всего того, что происходит. Это у нас памперсы. Ничего себе! Это все из Польши, да? это все из Европы. Это, говорю, это место Ополе называется. Если я правильно вымываю. Может, я неправильно вымываю, но суть в том, что за допомогу как раз наших смелян, которые там проживают, все зерно. А это что? Так ты что? Белье, да? Да. Ё-моё! Это тут его космос. Пофетки, чешутся бумага, я не знаю. Ё-моё! Пластырь! Ребят, посмотрите, как это все помогает людям, беженцам. То есть мы людям также доем битрофен, парацетамол. А, это все медикаменты, ё-моё! До речи, много чего было отправлено на передовую. Вот это, что ты сейчас видишь, то где, как сказал бы, меньше половины. Было вообще, да, тупец, наверное? Боже, бинты, ребят, посмотрите, это все то, что получают беженцы, все-таки, ребята помогают, ё-моё! Сколько всего! Боже, Костя, ну это заслуживает большого уважения, я тебе скажу, это же в каждом месте, в каждом городе, наверное, тоже. У каждом городе, украинском, зараз так происходит. Вот в чём суть. Каждое место, взагалі, чтобы наши враги понимали, что каждый украинец, каждое место, або волонтер, або воин. И только так. А это, нас армия, тогда выходят больше 35 миллионов, 40 миллионов армия. Все украинцы, святые, объявленные. Я поддерживаю, да, это правда. Мы вот так вот друг друга. Они не борются, наши враги не борются только с украинской армией. Они борются взагалі з украинською натию к такому. Да, ребята, вы ж понимаете, что... Мы бореможні. Да. Вы же понимаете, что на самом деле никакого нацизма и бандеровщины тут нет. Вы видите, как люди друг другу помогают. Даже переселенцы, которые люди бегут, которым нечего кушать, негде жить, все равно помогают. А с жильём помогают вообще? С жильём пока... Я переключусь на язык. С жильём пока есть проблемы. И жильём занимается в большей степени мискорада. Мы сейчас тоже налаживаем коммуникацию, потому что они тоже очень полезными делами занимаются. Вот слышу, сейчас воздушная тревога. Воздушная тревога. Тревога. Вот так, ребята. Что касается жильём, они стараются помогать, но очень много расселено. Но если есть у кого-то там из подписчиков свободные комнаты, потому что бывает, приезжают с грудниками люди, и они очень рады тому, если им дадут даже какой-то угол, они очень этому рады будут. И мы тоже делаем всё возможное, чтобы это осуществить. Если у нас есть у кого-то там дача, например, которая не используется, мы приехали туда, поубирали там, дров нарубали образно, и там уже целая семья может с 10 человек спокойно заехать и жить там. Правильно? Да. Набор продуктовый. То есть они могут передвигаться в город и уже коммуницировать с местными, и как-то им намного легче, им намного проще здесь. Блин, ну, конечно, молодцы, я тебе скажу. Блин, такие два склада. Блин, видите, ребята, что у нас творится? Воздушная тревога, и всё, хоть убей. Блин, ну, все молодцы. Ещё медикаменты, это же аптеки дают это всё. Ты представляешь? Это, ну, вон ещё сколько. Потому что, что касается аптек, сейчас это всё очень дорого. Да-да, тут уже перчатки, люди приезжают. Всё есть. Что, где-то, если, например, люди там местные, грубо говоря, это нормальные, там, которые работают. А что касается людей, которые приезжие, наши громадяны, то это большая проблема. Это детское питание чисто. Для деток, да? Да, маленьких. Маленьких совсем. Для маленьких. Вот питание от детского было, чтобы ты понимал, раза четыре больше. Да? Да, раза четыре больше. Уже раздали, да, деток? Боже, сколько? А не подсчитывали, сколько переселенцев в наш город? Мы по переселенцам, это больше владеет мискарада. Они уже знают, да, чё стесня. Да, они тоже очень большую работу делают, просто у нас, как бы, специфика уже, да, у них-то возможности шире. Но помогают друг другу, да? Но всё равно, получается, что мы усиливаем, понимаешь? Класс, класс. Опицелю и моды ноги. Боже, как приятно, когда все реально помогают. Разногласий нету? Фактически нет. Не, не, не. Разногласий нету, всё равно находим коммуникацию, в принципе, все за одно дело борются. Офигеть. Поэтому, все до перемоги, поэтому разногласий особо никаких нет. Боже мой, что хочешь? Ух, блин. Всё понятно. Да. И что, даже вот такие эти, моющие тоже дают? Да. То, что если этот самый, то что есть, грубо говоря, если у нас там большая семья, да, и там реально нечем стирать, правильно? Ну, да. Мы же ребята, где на моющие. Ну, посмотрите, всё, что я сейчас покажу. Игрушки даже есть, Костя. Ещё даже такое встречается? Ну, да. Кстати, я тебе больше скажу, встречались такие моменты, коли мы, например, да, разгружаем фуру, да, там вот такие сумки, понимаешь, типа, как домашние, такие полукоженные, стильные, а это людина, по сути, понимаешь, там, пішла в магазин, сама купила, там, сама забрала и сумочку, типа, поставила. Ну, это очень приятно. Блин. Такие маленькие штуки прикольные здесь встречаются. Ребята, Ну, в формате таких игрушок, там, таких вот, типа, топиков, носочки, это, кому-то, зайве из малых, прикольно. Все пипец. Ребята, я говорю, моющие, шо хочешь, блин, боже, шо тут только нету. Блин, приятно, приятно, тапочки, ёлки-палки, все новое, мама, не горюй. Да, це, конечно, блин. Ну, я бачу, реально, еще, шо стосуется нашему народу, ну, блин, никак не полагаю. Так, бездалей, так уж там, тыграет, це просто... Помощь, да, огромная от Польши. Вот так вот, ребята, все, как у нас народ друг другу помогает, как гражданская организация у города с нацией. Молодцы. Вы хоть своими глазами увидели изнутри, что это все правда. Никакого здесь обмана нету. Украинцы мы, мы боремся, видите, со своим врагом. Мы друг другу всегда вместе, всегда вместе. Вы видите, что все здесь, здесь все только для людей. Это помощь для людей. Именно для нашего украинского народа, для всех переселенцев, для беженцев, людям, которым негде жить, людям, которым негде кушать. Страна заботится об этом. Жестко закрывается, просто не смазывается. О май гад. А это что? Засубы не ели. Ё-моё. Это шампуни, да, вот это все? Третья больше. Ё-моё. Ну вы, блин, вы просто, все с целыми наборами, ребят. Целыми наборами идет, чтобы вы понимали. Вот это молодцы. Мы планируем, что до конца наступного тижня уже ничего тут не залишится. Обратно, да? Да, мое подойти и еще допомога. Але, знову ж таки, если у кого-то есть возможность, то... Чтобы тоже, да, могли? Можешь приносить. Чтобы помогали нам, потому что это постоянная конверсия. Воно не застанавливается. Воно просто, ну, иди. Одразу заявки формуются, постійно подходят заявки, люди прибывают, або навіть люди, которые на месте тут проживают. Охренеть. Переселенцы, и у них есть потреба постійно. Класс. Класс, блин. И очень много. Это же сотни людей, понимаешь? Да. Пипец, блин. Не здорово, что я, конечно... Ты знаешь, самое классное, что я увидел это, показал другим, что другие смотрели. Потому что, ну, люди должны знать. Я считаю, что вот таком надо, а таком надо больше показывать, и, ну, реально, вы занимаетесь правильным делом. На самом-то деле. Я уважаю, зараз кожен из украинцев занимается в ближайшем благополучии. Я пусть, я пусть частку своей участи определяет. Потому что, зараз наша нация полностью формуется. Да, да, ты про. И так она закаляется, она более сильно. Ребят, на самом деле, видите, как одна сплоченная нация помогает друг другу, это все, конечно, очень круто. Это так вселяет надежду. Вообще, блин, сколько всего, сколько помощи от всех стран. Ребята все соединяются, матеря там, бабушки, дедушки все, дети. Все, все друг другу помогают. Это не может не радовать. Это так приятно. Мне аж прям, ну, честно, вот какая-то вот, прям любовь такая к народу. Прям вот как-то так вот все приятно, в душе так тепло, так нету какой-то серости и прохлады. Ой, блин. Поддержка есть в наших городах, есть в каждом городе вот такие вот поддержки. Это я вам показал немножечко кусочек того, что происходит в маленьком нашем городе, где там население, в 50 тысяч населения, не больше. Вот так вот, ребят. Сейчас сделаю небольшой отчет. За первые два дня мы насобирали более 13 тысяч гривен. Не так быстро все, как хотелось бы, конечно. Сейчас уже сумма более 20 тысяч гривен. Потихонечку наш город понемножечку, конечно, собирает. Конечно, очень мало, очень мало, я вам скажу, но все равно мы движемся одной могучей семьей, одними людьми, так как вы знаете, что я такое дал определение, что в моем городе в городе Смело есть два типа. Это люди и это похуисты. То есть, есть люди, которые понимают ситуацию в стране, да, объединяются, становятся одной большой семьей. Есть люди похуисты, которые ковыряют нос, либо пьют пиво, сидят на диване, просто читают посты, смотрят посты. То есть, им все насрак. И знаете, я пришел к такому мнению, не знаю, правильно ли я, неправильно, но я думаю, я поступил все-таки правильно. Я очень долго сомневался и все-таки решил, как поступить, ребят. Я хочу вот этот вот автомобиль, который вы видите, BMW X6, который вы видите, белый, вот недавно он у меня, я хочу его отдать все-таки на фронт, ребятам, туда, куда он нужен, все-таки на войну. Но, есть, как бы, такое небольшое, как бы, условие, как бы отдать его. Если вы знаете, каких-то в моей области, в Черкасской, или в Смеле, людей, богатых, зажиточных, у которых есть деньги, чтобы я тоже не остался без колес, я мог бы просто свой автомобиль, BMW X6, вот этот, в F16 кузове, просто обменять его на несколько автомобилей и, допустим, там на 2-3 автомобиля, да, там или с какой-то доплатой. И один из этих автомобилей, которые мне дадут, я мог бы просто его отдать. Отдать солдатам, которым, действительно, людям, которому нужен сейчас на передовой для защиты нашей страны. Вот как бы так. Тут никакого нет пиара, никакой акции. Я говорю так, как есть просто. Я готов реально обменять, обменять свой автомобиль. Если мне дадут еще несколько автомобилей, один из них я просто отдам безвозмездно. Так что, если что, свяжитесь со мной либо в Instagram, те, кто меня знает, может, либо в Facebook, либо тот, кто знает мой номер телефона, может, с моих друзей обязательно со мной связаться. В общем, вот пошел я на такой шаг, потому что я считаю, это правильно. Это реально правильно. Потому что каждый должен внести хоть какую-то лепту для нашего государства, ребят. Ну, потому что мы одна, одна нация и одна единая, единая нация. Вот как-то так. Конечно, не хочется расставаться с ним, но сильно быстро мы не можем насобирать данную супу. Тепловизоры тоже стоят очень дорого. Там от 60, от 49 тысяч гривен. Машины тоже стоят порядка большие деньги. Вот если мне просто поменяют на машину, и я останусь на колесах, потому что мне надо тоже машина, хоть какая-то там уже будет. Но мы уже договоримся по цене моего автомобиля. Если несколько машин мне предложат сумму денег, я без проблем поменяю и одну из машин я просто отдам на помощь ЗСУ. Без проблем. Вот так вот, чтобы вы понимали. Жалко, конечно, прощаться, но у нас сейчас в стране, поверьте, люди гибнут, люди умирают. Надо предотвращать это все. В общем, как-то так. Так что, если у кого-то есть богатые люди, зажиточные люди, которые очень хорошо живут, ребят, сообщите всем, я готов обменять BMW X6 2016 года в М-пакете на несколько машин, пусть с доплатой какой-то, правильно? И одну из этих машин, которые мне дадут, я просто реально отдам. Отдам ребятам на фронт. Вот так вот. Виталик, наверное, приехал. Да, Виталя приехал. Братан! Да. Я записывал видео. Отдаю тачку. Кому? На фронт. Нет, серьезно говорю. Нет, серьезно, да, отдают. Если есть, короче, я просто, знаешь, как решил, сказал, что типа у кого есть люди богатые, я могу просто эту тачку обменять на несколько автомобилей с доплатой мне денег и один из этих автомобилей, какой мне дадут, я просто отправлю на фронт. Можно сделать как вариант. Ну там недорогой какой-то автомобиль, понял? Ну там, я не знаю, до пяти тысяч долларов. Понял. Ну я готовлю, либо на такое просто даже пойти. Можно же сделать так. Ну, или сейчас все богатые мажорчики посваливали за границу. Так что ты не думаешь, что это тогда все может быть? Знаешь, все хитрожок и уже поезжали. Да я тоже так думаю. Ну что, садись. Тише что делать? А что, не знаю. А ты будешь тренироваться? А что за фигня лежит? А то мне надо отправить этот, блин, блин, надо на новую почту поехать. Как его? Обдите. Тише я машину тут поставлю как или... Ну да, оставь, поехали. А куда ты? Ну на первое отделение. На Богдана куда? Едем? Поехали. Ну давай. Окей. Вот так вот, ребята. Вот так мы помогаем все друг другу. Я только с Богданом приехал. Да? Да. Ё-мо-й-й. Я ж говорил тебе. Ну да, да, да. Давай я буду твоим оператором. Да тут уже нечего снимать, я так.